Всем привет! Здесь я готовлю 500 супов. Сегодня готовим щи, томленые, постные, с квашеной капустой и сухими белыми грибами. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Русский мир, русская кухня их душит просто. Вот я сразу предупреждаю, что здесь эти темы будут подниматься и про русские традиции, про русский народ и так далее, и так далее. А те, кому это не нравится, валите просто чудо, валите и все. Никто никого здесь не держит. Не нравится русская традиция, не разделяйте ценности, не надо здесь находиться. Сразу говорю, мы со Славой только выдохнем, да, Слава? Обрадуемся. А то начинаются всякие... Я, конечно, сразу же заблокировал этих мужиков, которые не разделяют наши ценности, и терпеть этого не буду и впредь. Поэтому идея моя, она, можно сказать, благотворительная. Идея в том, чтобы погулять по всему миру, узнать кухню и супы разных народов и вернуться сюда и воссоздавать русскую кухню. С большим, может быть, не таким максимально большим количеством подписчиков, но с подписчиками, которые разделяют здесь мои ценности. Вот и все. А русофобы всякие будут забанены. Все, отвлечение сделано, пошли дальше. У меня есть уже щи с грибами, свежей капустой и разные щи есть, а вот таких нет. Мы будем их томить с большим количеством лука. Я нашел этот рецепт старинной книги, вон она лежит. Прямо боюсь брать в руки, потому что листы разваливаются. Просто покупаю на Авито, покупаю в разных антикварных магазинах, нахожу для того, чтобы воссоздать, так сказать. Вот, 4 луковицы, еще раз повторяю. И делаем это все вот в таком замечательном горшке. Сразу туда кидаем, я прямо даже мять не буду, вот прямо целыми, вот такими. Раз, чеснок туда закладываем, сразу же закладываем специи шеф-шаров, естественно. Вы можете закладывать любые универсальные специи и дробленый черный перец. Больше ничего не будет, никаких лавровых листов, никаких других перцев не надо. Нарезаем зелень, но нарезаем-то всю, целый пучок, но вот жесткую часть. Берем вот так вот в ладошку, она умещается, и вот сюда хлоп, заранее, да, которые веточки погрубее. А свежую зелень, верхние листы оставляем в сторонку. Будем закладывать это, как обычно, в самом конце, когда уже на томление. Будем ставить, вот, переключать. Тогда и будем закладывать зелень. Наша квашеная капуста. Выкладываем все. Тут немного рассола есть. Выкладываем все сюда. И также продолжаем это все обрабатывать, тушить, так скажем, чтобы лишняя кислота ушла, и чтобы было побольше мягкости. Конечно, со временем, это в любом случае, если вы даже что-то не доделаете, в любом случае, там, в духовке, или у вас в печи, это все дойдет до нужной кондиции. В этом нет сомнений, конечно. Но сейчас предварительно все равно нужно это все обработать. Итак, вся вот эта обработка должна проходить где-то минут 20. То есть за 20 минут, по идее, должно выйти какая-то излишняя жесткость из капусты. Она должна быть помягче, и лук тоже обработается. А сейчас, на данном этапе, чтобы было там чему тушиться, да, я заливаю часть воды из сухих грибов. Но только не все, а вот частично, по мере высыхания, по мере выпаривания воды, значит, подливаем туда вот этот вот бульон темный, чтобы капуста пропитывалась потихонечку уже вот этим вот запахом, вкусом грибным. Так, ну что, вот прошло минут 15-20. Самое то. Сейчас я выливаю оставшийся бульон грибной в нашу кастрюлю, или в данном случае горшочек. Это будем перерезать такими же рябейками. А вот отсюда я добавляю овсяный квас. Ребята, посмотрите. Овсяный квас. Это, скажу сразу же, необязательный ингредиент. Можете просто добавить воды. Лучше всего сделайте. Найдите в магазине овсяный квас, или поищите, как его правильно сделать. Вот. Продолжаем кипятить. Нарезаем грибы. Вот так вот. Берем хорошенько. Не надо каждый вот прямо плоскостью. Раз-раз-раз нарубили, чтобы в каждой ложечке был грибок. Можете, конечно, не рубить, а будет крупно. Вот. И вот я беру вот так вот. Слава, следи за движением. Опа! И все погружаю сюда. А теперь еще один немаловажный ингредиент. Возьмите в тостере или на сковородке простой дарницкий черный хлеб. Либо вот, если у вас есть каравай, то же самое сделайте. И вот сюда вот нужно вот этот дарницкий хлеб погрузить. Сделайте на такую кастрюлю такой кусочек, уже будет заметно. И вот этот вкус можно варьировать. То есть сделайте два-три таких кусочка. И вот так вот раз, погрузите это все в вашу кастрюлю. Прокипятить нужно обязательно, ну, где-то в течение пяти-десяти минут. Если у вас есть квас, то добавьте еще минут пять-десять. Потому что он кислый, как бы брожение там есть, чтобы пена ушла, чтобы вот это вот все как бы поуспокоилось. Потому что наблюдается активная пена. Вот эта пена должна как бы уйти, и все вдруг через 10 минут успокоится. Поверьте мне, я уже добавлял этот квас в наши рецепты в одном из предыдущих выпусков. Лучше все сделать. Если кваса нету, то доведите до кипения, прокипятили 5-10 минут. Еще раз повторюсь, чтобы было точно. Вот. И можете ставить это все в духовку на 160-170 градусов с постепенным убавлением. То есть часик на такой температуре, потом убавляете, убавляете, убавляете. До 100 градусов 5-6 часов, пожалуйста, томите. И будет вам самый лучший, самый вкусный щи в вашем городе. Серьезно. Мы заменили наш горшочек на чугунную кастрюлю проверенную. От греха подальше, что называется. И все устанавливаем на томление. 200 градусов до того, как снова закипит. И потом будем убавлять. Заливаем холодной водой. 2 ложки ржаной муки. Холодная вода должна быть. Вот. Видите? Перемешиваем. И пока наши щи томятся, настаиваем эту муку на воде. Пусть она стоит. Ждет своего часа. И через пару часов вам потребуется залить воду. Долить ее туда, да? И вот эту смесь воды и муки, соответственно, можно долить уже в щи. Перемешайте все, и все будет отлично. Мука, естественно, загустит и придаст дополнительный вкус. И во время томления будет такой домашний, теплый, в сочетании с той горбушкой хлеба, которую вы подгорели чуть-чуть, да? Это будет вообще замечательный эффект. Просто домашний, деревенский эффект. Обратите на это внимание. Пока мы тут снимаем, пробегала моя жена мимо. Смотрите. Решила попрощаться. Поехала на работу. Вот. Выполнять свои творческие и не очень творческие задачи. Технические даже. Попросила кусочек хлеба оторвать. Я сказал, давайте на камеру отрежем, как мой дедушка отрезал. Вот так вот, видишь? Держи. Ну, на самом деле, я еще хотела показать. Кусочек. Кусочек держи. Вот так вот дедушка отрезал мой. Они доставали каравай и вот так вот отрезали. Так раз, берется пальцем. Смотри, как в деревне. Ты городской человек, а тебе показывали, как деревенский. Держи. Вот. А я как городской человек, когда меня родители за хлебом посылали, я горбушки отрывала и вот так вот с них мяки. Говори погром чуть-чуть-чуть. Вот этот микрофон. Мой. В общем, я уже мяки шьем. Дизайнер. Член Союза дизайнеров России. Дизайнер модного дома Алисия Фиори. Главный. Главный. Единственный, в общем. Да. Сюху выжил. Руководитель администрационной комиссии Костромского государственного университета. В общем, пока еще не заслуженный, не народный дизайнер, но я думаю, все к этому идет. Идет, идет. Все нормально. Семимильными шагами. Все будет. Только вовремя все. Еще пока. Ты еще пока молодая, юная. Пока. Вот когда будет уже не очень молодая, не юная, тогда уже будешь народная. А как ты, это только молодые, да, ранние быстро народных-то получают, понимаешь? Я даже комплимент сделал какой-то такой. Вот прямо мы смеялись с тобой. То ли я хорошо выгляжу, до сих пор. Все, перестань. Все, не надо наши подробности. Шутки наши. Это вот она набила, это мозоль. Щи все равно, мамочка есть не будет, потому что там куча лука. Мы будем щи есть крестьянские наши, томленные щи, сами постные. Вот. Поэтому горбушки, горбушки. Спасибо. Я сама удаляюсь. сама удалилась. Вот так и живем, ребята. Все. Нарезаем. Можно даже еще горбушечку отрезать. Вот такую замечательную туда положить. Но это мы сделаем потом. Значит, что? Томим 5-6 часов. При температуре примерно 150-170 градусов сами выстраивайте уже. Все. Добавляем, в середине добавляем ту муку, разведенную в холодной воде. Ну и встретимся на подаче. И так, что же нам потребовалось для приготовления этих замечательных щей? Потребовались сухие белые грибы. Довольно много. Такая замечательная квашеная капуста. Петрушка, зелень, много лука. У меня 4 средних луковицы. Потребовалось растительное масло, постное щи, постное масло. Головка чеснока и вот такой вот коровай хлеба. Это обязательный ингредиент. Постарайтесь его. Черный хлеб обязательно найти. Классический, без всяких разных приправ и добавок. А также возможна вариация с белым вот таким овсяным квасом. Это не обязательный ингредиент, но желательно, чтобы он, конечно, был. И специи универсальный люкс и черный дробленый перец. Ну что, ребятки, луковые щи готовы. Я не побоюсь этого слова. Они луковые, потому что 4 луковицы, они бесследно просто так не пройдут. Я сейчас, я уже по запаху чувствую. Это просто вообще удивительная вещь. Сразу же говорю, что такой запах идет вообще. Вытащил из печки. Вау! Вот так вот. Вот такой запах. Вау! Ну что, ребята, луковые постные щи с сухими грибами готовы. Давайте пробовать. Ребят, это сюрприз. Серьезно. Это очень похоже на французский луковый суп. Прямо вот запеченный лук, такой вот в муке. Не побоюсь этого слова, сопливенький. Ну, а как еще охарактеризовать? Он такой, да? Если он такой мягкий уже. Капуста. И грибы. То есть, вот этот вот триумвират, который мы сейчас дополним нашим черным хлебом, таким вот каравайским, подпеченным. и будет просто бомбический, ребята, постный суп, который превозойдет вообще все ваши ожидания. Я вам сразу говорю. Я уверен прямо, что вам это понравится. Вопросов нет. Даже удивитесь. Это точно. Что сказать? Готовьте по этому рецепту. Видите? Старые русские книги достают нам какие-то новые удивительные сюрпризы вот такие преподносят. Все, держитесь. До приятного. Пока. Ждать осталось недолго. Вот вообще-то, ребятушки, я вам скажу одну простую вещь. Даже и сейчас не буду, а сказать скажу. Значит, после революции наша кухня деградировала просто колоссальнейшим образом. Деградировала. Были уничтожены и уехали люди, которые, в общем, как бы носили и поддерживали эту дворянскую вот эту кухню. Голодоморы всякие, голодовки, вот эти все продразверстки, все-все-все. Добавили, конечно, ну, голодную кухню. Там, одуванчики всякие, крапиву, щавель, траву. Это обогатило, естественно, крестьянскую кухню. Но все вот эти книги, которые, да, были до революции, были изданы, они уехали во Францию. И все досталось французам. Понимаете? Потом это стала великая французская кухня и так далее, и так далее. Почему? Потому что вот эти книги все туда уехали. С теми, кто бежал от революции, с дворянами. Понимаете? Вот и все. И наша задача сейчас обратно все вернуть. Вот 110 лет прошло, и практически никто профессионально не занялся воссозданием этих книг. Ну вот сейчас должно уже начаться, вот мы с Славкой, да, уже 4 года потихонечку, потихонечку, пока только супы вытаскиваем, пока только супы. А вообще мы будем вытаскивать это очень серьезно, понимаете? Будем делать и горячие блюда, и соусы будем делать. Я сейчас, ну, как бы, покупаю эти книги, достаю их, коллекционирую, отбираю уже потихонечку, готовлюсь. Нам нужно только этот проект закончить, и мы дальше начнем потихонечку восстанавливать русскую кухню, настоящую. Пришло время, ребята, пришло, в общем, давай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова